Прошлый год для судебной системы стал одним из ключевых. Были приняты ряд процессуальных мер, которые были направлены для защиты нарушенных прав граждан и для более качественного рассмотрения дел, повышения доверия населения к судебной системе и снижения конфликтности в обществе. В прошлом году семейский городской суд неоднократно проводил работы с уполномоченными государственными органами в лице отдела ЗАГС. Работа суда была направлена на снижение исков, расторжение браков по исковым лицам, которые не имеют несовершеннолетних детей. Суд заключил меморандум с данным государственным органом. В рамках меморандума разработали алгоритм работы. Предложили, когда супруги обращаются за расторжением брака, проблемы есть, когда второй супруг не является на регистрацию брака. В таких ситуациях мы сторонам совместно с государственным органом пытались разъяснить порядок дальнейшего расторжения. Способы подачи этих заявлений, соответствующим образом, я имею в виду, когда возможно подача этих заявлений через электронную систему, то есть через систему ИГОВ. Эти меры, конечно, соответствующим образом дали положительные результаты. Идет по суду, идет снижение рассмотренных, поступивших рисков, конечно, количество увеличивается, но рассмотренных дел существенно сократилось. По итогам 12 месяцев прошлого года судом номером 2 города Семей было рассмотрено 613 уголовных дел в отношении 655 лиц. Из них с вынесением приговора 452 уголовных дела в отношении 488 лиц. Ну, необходимо отметить, что из общего количества поступивших дел, это были возвращены прокурору 58 уголовных дел, то есть это в связи, в основном, 31 уголовное дело, это в связи с розовском подсудимых. Сложность составляет в том, что, потому что мы сейчас рассматриваем, как и в онлайн, и, конечно, и в оффлайн формате, но лица, которые не могут подключиться через сотовый телефон, они неоднократно вызываются, но поскольку не являются в суд, то объявляются в розыск. Что касается приказных дел, это 14 дел рассмотрено в этом году, половина уголовных дел, поступивших, значит, 307 уголовных дел, это было рассмотрено в электронном формате. Это очень облегчает работу суда, поскольку документы все, которые необходимы, то есть это и в участнике процесса, они могут всю минуту сразу же предоставить по электрону через судебный кабинет. Если касательно судебного кабинета, то у нас в прошлом году поступило 1729 заявлений через судебный кабинет. Это тоже в плане сейчас последних событий, то, что у нас сейчас в период пандемии, очень удобно, то, что люди через интернет могут направить ходатайство, заявления. Что касается двух месяцев нового года, они в свою очередь были богаты на события, которые нанесли отпечаток на жителей города и страны. Это мы рассматривали и митинги, и также эти санкционировали следственные судьи данные ходатайства. Что касается же, все вы знаете, что был принят закон об амнистии в связи с 30-летним независимостью Республики Казахстан. Также 202 материала были рассмотрены касательно амнистии, то есть это освобождение, сокращение сроков наказания в отношении осужденных. Что хотелось бы отметить, что работаем мы как в онлайн, так и в оффлайн формате. Сейчас очень доступно в плане того, что через онлайн, конечно, это же быстрее, потому что люди подключаются. Это буквально, если раньше мы за 10 судебных процессов, потому что связано с материальным положением потерпевших, свидетелей, многие не являлись, то теперь это уже облегчает. То есть за один судебный процесс мы рассматриваем уголовное дело. Это не только небольшое среднее тяжество, но также касается и тяжких преступлений. В послании народу Казахстана главой государства была отмечена тема «Справедливое государство на защите интересов граждан. Концепция слышащего государства». В связи с посланием президента в стране появились новые административные суды. И в городе в прошлом году открылся новый суд на основании Административного процессуального кодекса в Республике Казахстан. Именно он рассматривает публичные правовые споры между гражданами и государственными органами. Это является нововведением в судебной системе. Специализированный Межрайонный административный суд номер 2 Восточно-Казахстанской области подвел итоги своей работы за шестимесячный период на общей пресс-конференции. За это время в суд поступило 312 исковых заявлений. Большинство из них об оспаривании действий судебных исполнителей. Их количество составило 140 исков. Также большое количество поступило исков по земельным спорам. 47 дел или 15% от общего числа поступивших исков. Также следует отметить, что дела поступили по оспариванию в сфере государственных услуг и государственных закупок. 33 дела и 16 дел, что составляет в общей сумме 15% от общих поступивших дел. Также особой категорией занимает это оспаривание действий на государственной корпорации правительства для граждан. 13 исков поступило и составило 4,2% от общего количества поступивших дел. Следующие категории составляют меньшее количество. Но если так пройтись, то это в правоохранительной сфере по налоговым спорам, трудовым спорам, а также другие споры. На государственном языке поступило 21 дело, по искам инвалидов 12 дел, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 72 дела. Всего возвращено 143 иска. Здесь следует отметить, к возвращенным искам относятся дела, в отношении которых была применена примирительная процедура. Также здесь процент составляет большой, это связано с неподведомственностью административных, неподведомственностью с массом. То есть в данном случае дела либо подлежали рассмотрению в гражданском судопроизводстве, либо в уголовном судопроизводстве. Также следует отметить, что с принятием административной юстиции введен такой институт, как письменное разбирательство. Когда без вызова сторон суд может рассмотреть дело в письменном разбирательстве, таких дел составило всего 8 дел. Специализированный суд по административным правонарушениям, в свою очередь, также огласил итоги 2021 года. За прошедший год судом было рассмотрено 5395 административных дел. За аналогичный период 2020 года данное количество было 5 548 дел. Таким образом, в 2021 году наблюдается уменьшение количества поступивших дел на 153 или 2,8%. За 2021 год всего было нашим судом рассмотрено 5 319 дел, что на 160 дел меньше аналогичного периода прошлого года. С вынесением постановления о наложении административных взысканий рассмотрено 4523 дел против 4581 в аналогичном периоде 2020 года, что меньше на 57 дел, либо на 1,2%. Из общего количества рассмотренных дел судом прекращено 796 дел. В основном, хотелось бы остановиться причинами прекращения дел. Это основное количество, 87% это явилось при имирении сторон в порядке медиации. То есть закон предусматривает возможность в рамках административного судопроизводства, то есть при производстве по делу об административном правонарушении. Есть категория правонарушений, которые подлежат прекращению и лицу освобождения от административной ответственности, если в случае она примирилась с потерпевшей стороной и загладила причиненный ущерб. На брифинге также выступил Сархатхан Тургаев, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних в номер 2 Восточно-Казахстанской области. В этом году суду исполняется 10 лет. На протяжении десятилетия суд работает над проблемами, касающимися несовершеннолетних детей и подростков. Если вспомнить прошедший год, статистика показывает, что преимущественные различия с 2020 годом имеются. Процент количества преступлений уменьшается. В большинстве случаев дела, которые рассматривает наш суд, касаются таких ситуаций, как лишение родительских прав, уменьшение выплат по алиментам, рассмотрение дел о местопроживании ребенка. Дела, которые мы рассматриваем, были и остаются в направлении воспитания несовершеннолетних. Одно из главных направлений в рамках снижения конфликтности в обществе в семейском городском суде – это проблемы с долговыми обязательствами граждан. С конца 2021 года на начало 2022 года в данной сфере произошли изменения. Многие споры разрешились вне судебного порядка с участием нотариусов. В этом году в целом мы можем увидеть стабильную тенденцию роста примирительных процедур, то есть количество соглашений, которые были заключены в прошлом году в рамках процедуры медиации около 1700 гражданских дел, судебных актов, заключительных решений. Результатом стало то, что граждане изъявили желание с участием судей примирителя прийти к соглашению. Здесь я особо акцентирую внимание на работу организаций, микрофинансовых организаций или организаций финансовых учреждений, которые выдают онлайн-кредиты. Когда люди, некоторые люди, конечно, самостоятельно получали, некоторые люди получали, будем так говорить, мошенническими способами, эти люди даже не знали о наличии этих долгов у них. В последующем организации, такие финансовые учреждения, без соблюдения какого-либо порядка, досудебного порядка регулированного спора, обращались в суд. В 2021 году около 1700 дел были возвращены, иски были возвращены финансовым учреждениям, для того, чтобы они провели надлежащим образом досудебный порядок регулированного спора. Те суммы, которые, если человек действительно получал, возвращались финансовым учреждениям. Проблемы, конечно же, и до сих пор есть, где оформлены кредиты в рамках мошенническими путями. Мы в ходе рассмотрения таких заявлений на стадии принятия имеем данные о возбужденных уголовных делах в отношении определенных лиц, которые незаконно оформили в отношении другого лица те или иные кредиты. По ним, конечно, процессуальные акты будут, конечно, вынесены соответствующими органами, в последующем через суд. Но мы в данном случае сторонам на стадии принятия иска пытались помочь людям разрешению этого спора вне суда. Из общего количества дел в основном уголовным судом рассматриваются дела, связанные с преступлениями против собственного имущества. По словам суди Торгум Ходайбергеновой, за период прошлого года по статистике увеличилось число преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Если касательно дела, то, которое рассматривала лично я, например, это у всех средствах массовой информации было освещено, освещено как на интернет-ресурсах, так же и на телевидении. Это дорожно-транспортное происшествие, которое было 3 февраля в прошлом году на трассе Семипалатинск-Оскаминогорск, Семиевск-Оскаминогорск, где медицинская скорая помощь, у вас так называемая, она столкнулась с грузовым автомобилем. Вам известно, что двое врачей погибло, а водитель получил тяжкие телесные повреждения, то есть практически у него была стопроцентная амнезия. Виновное лицо поднесло наказание, то есть оно по 345-й части 4-й, 5 лет лишения свободы, а также с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет. Кроме того, были потерпевшей стороной предъявлены исковые требования, которые были удовлетворены в полном объеме. С учетом и также измельчающих обстоятельств было назначено наказание. Но как потерпевшей, так же это дело было рассмотрено в апелляционной станции, приговор оставили в силе. Результат работы военного суда семейского гарнизона на 2021 год составил 27 дел в отношении 32 людей. Из них вынесен 21 приговор. Если остановиться на категориях, в прошлом году большинство преступлений происходили в категории дорожных происшествий. Потому что человек, работающий в военной отрасли, так же, как и все, ездит на личном авто и бывает так, что происходят неприятные ситуации на дороге. Человеческий фактор о нем тоже не должны забывать. По статистическим данным, именно в данной категории увеличились совершаемые преступления. Как известно, мир не стоит на месте и все вокруг подвержено изменениям. Это коснулось и судебной системы. Впервые в истории открылся новый суд по разрешению дел между обществом и государственными органами. Ювенальному суду города с момента его создания в нынешнем году исполняется 10 лет. В прошлом году семейским городским судом был заключен меморандум с государственным органом в лице ЗАГС. Общество, желающее успешно функционировать, должно назначить над собой правовую структуру для того, чтобы обеспечить соблюдение всех главных ценностей. Тем самым мы можем увидеть проделанную работу судов города. Ведь судебная система является для общества основой мира и справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok